Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Именно для этого мы и строим пристрой ХАЯТ, где мы сможем разделывать топливо, помещать в специальные контейнеры. Смоленск АЭС готова к переводу отработавшего ядерного топлива на сухое хранение. Хочу тоже пойти по профессионалам и достичь таких же результатов, как он. Депутат Госдумы знаменитый боксер Николай Валуев провел мастер-класс в Десногорске. Мне очень понравилось отношение высшестоящего руководителя к охране труда. Опыт смоленских атомщиков в области охраны труда будут использовать на Армянской АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко, сообщил о техническом состоянии Смоленск АЭС. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 2998 мегаватт, существенных замечаний по работающему оборудованию нет. В июле энергоблоками Смоленск АЭС было выработано 2,24 млрд кВт-ч. электроэнергии, что превышает плановое задание на 315 млн. С начала года выработка составила более 14,2 млрд кВт-ч, сверх плана 1,26 млрд. План июля выполнен на 116%. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Власть и общественная Смоленщина поддержали развитие инфраструктуры атомной станции по обращению с отработавшим ядерным топливом. В первом полугодии 2018 года Смоленск АЭС планирует получить лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию пристроя ХАЯТ и хранилища контейнерного типа. Материалы об основании лицензии новых объектов стали предметом общественных слушаний, которые прошли 25 июля в городе Рословне. По словам исполняющего обязанности директора Смоленск АЭС Алексея Лещенко, год в эксплуатацию пристроя ХАЯТ и всего комплекса систем контейнерного хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом важный шаг в повышении безопасности атомной станции, которая обеспечит жизнедеятельность ее энергоблоков еще на долгие годы. Мокрое хранилище не обеспечивает длительное хранение. Это раз. Во-вторых, стал вопрос вообще о вывозе топлива. И для того, чтобы вывезти топливо, его можно подготовить к этому и перевезти на сухое хранение. Вот именно для этого мы и строим пристрой ХАЯТ, где мы сможем разделывать топливо, помещать в специальные контейнеры и потом вывозить на перерабатывающие заводы. В общественных слушаниях, организованных администрацией Росовского района при содействии концерна «Росэнергоатом», приняли участие 440 человек – представители власти, надзорных органов, здравоохранения, государственных, общественных и независимых экологических организаций, жители региона, средства массовой информации. Специалисты проектной организации – атомной энергетики, науки, медицины, экологи – дали подробные характеристики обсуждаемых объектов. Оба этих объекта и хранилища контейнерного типа и пристрой спроектированы с очень большим запасом прочности, чтобы исключить любое негативное воздействие на окружающую среду и население. Мы учли опыт проектирования аналогичных объектов, которые уже успешно эксплуатируются на Ленинградской и Курской атомных станциях. Свои мнения по материалам обоснования лицензии высказали все желающие, признав необходимость и актуальность совершенствования инфраструктуры обращения САЯД Смоленской АЭС. Проведение общественных слушаний – процедура, обязательная для получения государственной лицензии на осуществление той или иной деятельности в атомной отрасли. Итоги общественных обсуждений станут важным этапом начала комплекса работ по водоэксплуатации объектов по обращению с отработанным ядерным топливом. 27 июля город-спутник Смоленск АЭС посетил легендарный боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев. Чемпион мира в супертяжелой весовой категории провел открытый мастер-класс для юных боксеров Десногорска в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Он прошел в рамках реализации проекта «Детский спорт. Партия Единая Россия». С рабочим визитом в Десногорск также посетили председатель Смоленской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов и депутат Госдумы Артем Туров. Вот сегодняшнее мероприятие, что у нас звезда бокса, депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экологии Валуев Николай Сергеевич. Он не первый раз, он к нам приезжает. Совсем недавно, в прошлом году, мы совместно с генсеком нашим Сергеем Ивановичем Неверовым провели мастер-класс в Смоленске. Сейчас мы проводим вот Кустовое, Рословцы здесь и Десногорские ребята провели. Я вижу, что как у ребят горят глаза и как они хотят быть похожими, как они хотят добиться чего-то в жизни. Николай Валуев провел показательную тренировку с воспитанниками боксерского клуба «Ринг» Смоленской АЭС. Ответил на вопросы юных спортсменов и дал им ценные советы, как достичь успехов не только в спорте, но и в жизни. Если человек прошел сам путь спортсмена, артиста, инженера, врача, учителя, этот человек, на себе ощутив все, ну скажем, и тяготы, и нужды профессии, мне кажется, важно, чтобы именно такой человек занимался этим направлением. Я и мои коллеги в Государственной Думе, в том числе и те, кто закончил карьеру, и кто еще, в общем-то, выступает, которые уже чего-то добились на Ниве спорта. Мне кажется, это очень важно с их стороны, ведь они стали примером для подрастающих молодых людей. И я думаю, что это очень важно. Я считаю, что это важно, это государственная политика. Многих из ребят встреча со знаменитым спортсменом вдохновила к занятию профессиональным боксом. Хочу тоже пойти по профессионалам и достичь таких же результатов, как он. Мне понравилось, ну, открыло несколько приемов для меня очень полезных, которые я буду стараться применять в дальнейших выступлениях своих. После мастер-класса по боксу парламентарии посетили спортивный клуб «Ринг» Смоленск АЭС. Они отметили, что в Атамграде создана хорошая инфраструктура для занятий не только боксом, но и многими другими видами спорта. В первую очередь сам концерн и его предприятия несут социальную нагрузку очень высокую. И те мероприятия, которые реализуются не только в Десногорске, но и на территории всей Смоленской области, это вот сейчас мероприятия, связанные с проведением баскет, который проехал у нас практически по всем уже районам нашего региона. Это те спортивные мероприятия, которые проходят в самом Десногорске. И, конечно, высокий уровень поддержки детского спорта. В Десногорске очень много секций, очень много направлений для самореализации молодежи. Поэтому здесь, конечно, высокая оценка. И сегодня мероприятие, то, что оно проходит в Десногорске, подтверждает то, что Десногорск является одним из центров развития спорта на Смоленщине. Специалисты Армянской АЭС изучили передовые практики Смоленской станции в области охраны труда. С 24 по 28 июля они побывали на нашем предприятии в рамках программы по обмену опытом Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции. Они изучили опыт смоленских атомщиков по направлению структуры управления охраной труда, процедуры планирования и внедрения мероприятий по охране труда. Как отметил главный инспектор Смоленской АЭС Рамиль Галиев, ключевой темой встречи стал обмен опытом в вопросах охраны труда, а также вопросы, связанные с техническим инспектированием. Во-первых, мне очень понравилось отношение высшестоящего руководителя к охране труда. Это очень большое значение имеет, когда высшестоящие руководители относятся к охране труда так серьезно. Представители Армянской АЭС посетили помещение энергоблоков, приняли участие в обходах подразделений под председательством руководителей высшего звена управления атомной станции, увидели, как контролируется состояние оборудования в части поддержания общего порядка помещений и рабочих мест, познакомили с существующими на атомной станции информационными системами, с помощью которых ведется контроль за состоянием охраны труда на предприятии. Зарубежные коллеги выразили уверенность в том, что опыт Смоленской АЭС поможет ему совершенствовать охрану труда на их предприятии. Я рад, что увидел. Это очень сплоченный коллектив, во всяком случае, в тех звеньях, с которыми мы сталкивались. Это поразило отношение руководящего состава с персоналом. Это невооруженным глазом было заметно. Было бы очень приятно, чтобы, если была бы возможность, много наших специалистов посетили бы вашу станцию. Это было бы бесподобно для нашей станции. Очень большая помощь и в плане складирования, организации закупок, охраны труда. Также представители Армянской АЭС приняли участие в итоговом Дне охраны труда. Мы постарались действительно показать, не скрывая там каких-то... Мы не готовили для них никаких специальных маршрутов. В рамках проведения Дня охраны труда все протекало именно так, как это происходит ежемесячно, ежедневно на нашей атомной станции. Ну и надеюсь, что этот опыт, который был представлен нами здесь, на нашей площадке, поможет коллегам Армянской АЭС настроить вопросы охраны труда у себя на предприятии на должном уровне. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС ВКонтакте и в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»